Из книги «Открытый МОКОМ» 14 том. Тема Лапкин книги. Вопрос 2890. Нельзя ли сделать рекламу ваших книг? Заплатить на радио, газету? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Не запрещаю, но и сам делать этого не могу. Ни на что. У меня пенсия всего 1300 рублей со всеми надбавками и льготами. На днях зашел в издательство «Алтпресс» генеральному директору Фургину Юрию Петровичу. Он мне регулярно оказывает спонсорскую помощь по изготовлению фото-выводов. Заглянул в «Алтайскую правду», а там показал книгу свою. Они тут же меня начали фотографировать. И вот уже в «Алтайской правде» номер 353 3 декабря 2005 года на странице 2 на 59 769 экземпляров вышла статья, которую я не заказывал, не платил за нее, но она вполне может выполнить желаемую роль рекламы. В своих книгах Лапкин ответил на 2900 вопросов. На днях Игнатий Лапкин, известный барнаульский православный проповедник, выпустил свой новый письменный труд «Открытым оком». Это 21 православная книга, написанная им за 4 года. Несколько экземпляров автор уже переслал в Германию, Грецию, Америку, Канаду, в Австралию и на Украину. «Новая книга – это 13 том моей серии вопросов, ответов и проповедей о православии», говорит Игнатий Лапкин. «Уже 43 года я веду занятия по изучению Библии, читаю лекции в университетах, школах, воинских частях, милиции. Во время таких бесед люди задают мне вопросы о Боге, о вере, о жизненных ситуациях, о грехах, да и вообще обо всем, что их волнует. Так у меня набралось 2900 вопросов. «В своей серии я на них отвечаю согласно Библии трудов святых отцов». Познакомиться с книгой можно и в интернете. Кысь с ним барнаул.ру Электронный адрес. Кстати, здесь же можно задать новые вопросы Игнатию Лапкину. А то автор сетует, что практически на все уже ответил. Наталья Сохарева, Андрей Каспришин. Фотография. Под фотографией, где я сижу в анфас с раскрытым 13 томом, надпись «Игнатий Тихонович Лапкин ответит на любой вопрос о православии». Первая ездра 5.10. И сверх того об именах их мы спросили их, чтобы дать знать себе и написать имена тех людей, которые главными у них. Псалом 144.12. Чтобы дать знать сынам человеческим о могущем Твоем и о славном величии Царства Твоего. Ужасней темноты лишь слепота, глазниц пустых могильное затмение. Не видеть, где оступится пята, легко в объятия попасть к медведю. Учение свет. Издревле повелось учить детей хотя бы по псалфире. Старушек старцев поучал Христос. Не поздно добрым кругозор расширить. Не в моготу представить о себе, чтоб грамоты не знал, не одолел. Тупее барана жил, не бей, не ме, пока не слопал бы, рыкая страшный лев. Узнал, что лев есть злющий сатана, и волком хищным бес изображен. У многих сущность демоном одна, не зная лезть бы к смерти нарожен. Читая день и ночь священные страницы, благодарю того, кто научил читать. Опасность обойду, хотя иными с риском под кровь ко мне, да не пронять не стать. Распознаю, читая о подобном, переношу древнейшее, сегодня, и не абстрактную познал в себе свободу. Не стать рабом того, что стало модным, а если бы читать не научился. Балдой дубовым вымахал в лопух. Не речь осмысленная, только рев бычины, два слова заикаясь, не сказал бы слух. Еще до школы грамоту постиг, где брат, где мать, значение букв открыли. И в первом классе первый выдал стих. Слова, сцепляясь, запросили крылья. Десятки книг благословил в полет, чему раздвигая зрю открытым оком. Пример прошедшего мне будет недалек. Зрю будущее рядом, за порогом. 7 декабря 2005 года. Игнатий Лапкин.